Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рубрику Фильмотека очередным роликом. И сегодня мы расскажем вам о 10 лучших работах в кино и сериалах замечательного актера Павла Прилучного, с которым вы просили сделать подборку в предыдущих наших видео в комментариях. Если вы еще не смотрели предыдущие наши подборки с другими актерами, то рекомендуем вам обязательно посмотреть. Все ссылки будут в описании и в конце этого видео. Открывает наш ТОП сериал в 7-летней давности, но который принес уже тогда небезызвестному Павлу еще большую узнаваемость. Детективно-мистический триллер «Закрытая школа». Сериал рассказывает о жизни учеников и преподавателей элитной школы-интернатах, расположенной в старинной усадьбе посреди мрачного, но живописного леса. В их замкнутом мире все переживания намного острее, чем в обычной школьной жизни. Несмотря на внешнее благополучие, ребята, оторванные от родного дома, очень ранимые, зачастую одиноки. По вечерам они рассказывают друг другу страшные легенды о лесе, глухой стеной окружающим их школу. Говорят, будто в нем водятся странные существа и бесследно пропадают люди. Очень скоро ребята узнают, что правда гораздо страшнее легенд. На девятое место мы поставили сразу три фильма. Это приключенческо-молодежный боевик 2009 года на игре, его продолжение, вышедшее годом позже на игре 2 «Новый уровень» и восьмисерийный сиквел «Геймеры», который продолжил историю, но уже на телеэкранах. Сюжет фильмов расскажет историю команды геймеров, которым после оглушительной победы на турнире по киберспорту вручают диски с только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из них подвергается воздействию, переводящему их игровые способности в реальные. Теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики. Данное событие не остается незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и подкупа предлагают геймерам работу, но как только обман раскрывается, становится понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. Теперь перед ними стоит задача найти тираж выпускаемых новинок и либо уничтожить его, либо создав и возглавив целую армию геймеров, диктовать свою волю. Команда разделилась и каждый идет к своей цели. Восьмое место заняла 12-серийная костюмированная мелодрама 2015 года с Кариной Андоленко «Королева красоты». Сюжет сериала повествует о жизни первых советских манекенщиц, об их любви, ненависти, зависти и страсти. Главная героиня пытается осуществить свою мечту, пробившись из деревни на столичный подиум. Но не все так легко и просто у нее сложится. В небольшой подмосковной деревне живет семья Пановых. Отец Михаил ревнует жену к давнему прошлому. Поводом является его дочь красавица Катя, которая совершенно не похожа на него, в отличие от ее сестры Любы. Катя отвергает всех местных кавалеров. Она верит, что ей готова на иная судьба. Ее заветная мечта – стать манекенщицей и отправиться в Париж. После очередного скандала с родителями, Катерина решает осуществить свою мечту. Она отправляется в Москву и устраивается демонстратором одежды. За короткое время Катя становится ведущей манекенщицей дома мод. Когда ее фотография появляется в газете, Катю находит журналист-международник Феликс Круцкий. Он искал ее с тех пор, как увидел на танцах в деревенском клубе. Седьмое место в нашей подборке занимает 14-серийная криминальная мелодрама с Марией Казаковой и Романом Курциным «Дурная кровь». Сериал вышел на телеэкраны в 2013 году. В небольшом провинциальном городке живет прекрасная девушка Маша. Она любимица всех и кажется, что в ее жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает в Москву и попадает в историю, которая переворачивает ее жизнь с ног на голову. Девушку жестоко насилует сын бизнесмена, владельца завода. Машу с трудом спасут после этого случая, но самое интересное впереди. Героиня узнает, что ждет ребенка от насильника. А позже и то, что ребенок стал единственным наследником индустриальной империи своего деда и мишенью для охотников за наследством. Сразу два фильма мы разместили на шестом месте нашей подборки. Это 14-серийная романтическая комедия 2012-го с любовью Толкалиной и Дмитрием Марьяновым «Как выйти замуж за миллионера», а также его 12-серийное продолжение, вышедшее годом позже. По сюжету первого фильма, Женя Красилова – решительная и бескомпромиссная личность. Она мечтает заниматься серьезной журналистикой и как минимум спасти мир, донося до читателей сокровенную правду жизни. Однако пока что ей приходится подрабатывать в сомнительном желтом издании и сочинять скандальные не пылицы о жизни звезд. Однажды из-под ее едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера», в которой она крепко задевает известного столичного предпринимателя Леонида Раевского и его подругу. Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорбленным олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале и добиться того, чтобы какой-нибудь миллионер сделал ей предложение. А уже во второй части сериала речь пойдет о известном модельере Полине Геллер, которой срочно нужен кавалер для сопровождения на важный прием. Со своим другом Леонидом Раевским она в очередной раз поругалась. Полина нанимает на эту роль симпатичного фотографа Олега. Поначалу юные папарацци отлично справляются с поставленной задачей, но потом нарушает условия... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Кирилл Плетнев, Наталья Бордо и другие. Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе президента России, по которому в крупных компаниях должно работать 2% людей с ограниченными возможностями. И тут в его светлую голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Недолго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование в одну очень крупную фирму. Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него. Только есть одно маленькое ограничение. Он должен постоянно быть в инвалидном кресле. И не просто быть в нем, он при этом еще не должен спалиться. Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место набраться опыта, это клуб людей с ограниченными возможностями. И он вступает в него. Второе место в нашей подборке занял приключенческий восьмисерийный триллер «Квест», который вышел на экраны в 2015 году и получил продолжение в виде еще восьми серий в 2017. Приключения главных героев начинаются, когда в одном из клубов их отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, а получил отложенную на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антитод. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. Опасный квест с первых же минут оправдывает себя. Герои погружаются в мир тайн прошлого, о котором мало кто знает из современников. Одна загадка переплетается с другой. Современная жизнь перемешивается с прошлым. Теряя товарищей, команда молодых людей движется вперед. Решая сложные головоломки и выбираясь из пасти смерти в последние минуты. В конце пути уцелевших ждет мрачная усадьба Брюса. Именно там, когда все нити сходятся в одну, а загадки находят ответы, героям предстоит выяснить, кто же именно стоит за этим смертельным квестом и почему для его прохождения были выбраны именно они. Вот мы и подобрались к первому месту, которая безоговорочно занимает криминальная 12-серийная драма, вышедшая в 2014-м, испродюсированная Александром Цекало, сериал «Мажор». Главный герой Игорь Соколовский – сын высокопоставленного и богатого человека. Имея юридическое образование, Игорь не спешит найти ему применение, прожигая жизнь в ночных клубах с друзьями. Однажды, вступившись за товарища, Игорь ввязывается в драку с полицейским. Замяв историю, отец лишает Игоря всего, отправляя работать в то самое отделение полиции. Поначалу возненавидев свою новую жизнь, Игорь постепенно становится мужчиной, встречает любовь и задается целью найти убийцу матери. Ошеломительный успех, принесший сериалу заоблачно высокие рейтинги и зрительские симпатии, не заставил создателей фильма долго ждать. И уже спустя два года вышло продолжение истории, которую зрители также встретили очень тепло. А уже осенью этого года выйдет третий сезон популярного сериала, который, по слухам, станет заключительным. Спасибо, друзья, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам понравилась эта рубрика, то можете посмотреть на нашем канале еще топ лучших фильмов с актерами Иваном Житковым и Станиславом Бондаренко. Ссылки на ролики есть в описании, в подсказке в правом углу и появятся в конце видео. Не забывайте подписаться на наш канал и оценить это видео своим лайком. А в комментариях пишите имена актеров, с которыми вы хотели бы увидеть новую подборку лучших фильмов. Также напоминаем вам, что некоторые фильмы из этого ролика вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. А мы тем временем работаем уже над следующей подборкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok